Здравствуйте! Меня зовут Додон Чилин. Я сейчас в данный момент нахожусь на центральной площади города Ламбата, в столице Ламбины. Я занимаюсь поставками в Россию на ворот, из шевера и бюджей шерсти ухояка. Недавно в интернете, в одном на одном из сайтов, я встретила носки из вербюжьего уха. Поскольку я никогда не слышала о вербюжьем ухе, меня это очень заинтересовало. Я заказала в Москву, просила знакомые купить мне носки, эти носки и вызывать. И вот я их получила. Вот такие носки. В упаковке имеются вот, написано, гордовая марка Доктор. Носки Монголия из вербюжей шерсти. На другой стороне написано вербюжьей шерсти, исполняют различные симптомы. Неврит, невролюбия, остеопатроза, астрит, 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 астрит. Вот. Получила я носки. Ох, это очень мягкое волокно, а носки очень жесткие. Я сдала эти носки в лаборатории, независимую лабораторию и институте, изучающем волокно животных происхождений. Вот я получила заключение. Вот оно, это заключение. Здесь написано, что вот, сданы носки, вот такие-то, вот торговой маркой Доктор. Вот. Вот от меня, от гражданки, от дончинек. Заявлено, что это носки из вербюжей шерсти, стопроцентной. И вот заключение лаборатории, вот на обратной стороне. Вот видно. Здесь написано, что носки состоят из овечьей шерсти 69,2%. Крашеная овечьей шерсти. Потом вискоза 27,9%. И вербюжая шерсть 2,9%. Ну, понятно, что это, какие-то носки нельзя назвать с вербюжей шерстью. Зачем я это сделала? Это я сделала, чтобы защитить доброе имя вербюжей шерсти. Поскольку, то, что Россию заполонили изделия из отдельной вербюжей шерсти, не только носки, но и в разные одежды из вербюжей шерсти, якобы из вербюжей шерсти, россияне думают, что вербюжая шерсть жесткая, колючая, дает аллергию и так далее. Это очень мешает и моей работе тоже. Но и не хочу дискредитировать доброе имя вербюжей шерсти, поскольку вербюжая шерсть, она не колючая, она мягкая, она не крашеная, никакой это не издает. Это чистая, натуральная волокна. Также я сдала аппаратурные образцы пряжи, из которых мы делаем свои носки. Мы покупаем пряжу на крупной фабрике и производим из них носки. Мягкие, пушистые, совершенно комфортабельные носки. И вот получено заключение. Здесь тоже написано, что на анализе сдана пряжа вербюжья, как заявляться вербюжья пряжа. Вот на обратной стороне заключение. Вот заключение. 100% вербюжья шерсть. Ну что еще могу сказать о данных носках? В Монголии очень много водильных бюджетов и тоже. Великое множество разных носков. Вот данный вариант, вот данная модель, это самая-самая дешевая модель из всего, что я видел. Они стоят всего лишь 3 тысячи рублей. 75 рублей. А их в Москве я продаю за 670 рублей. И на том сайте тоже предлагают за 670 рублей. Вот у меня есть чек. Вот который. Вот. Накладная с чеком. Я все вместе принесла. Накладная с чеком 670 рублей. Вот на чеке тоже написано. 670 рублей. Носки, брюбежья, шерсть и линия. 670 рублей. 100 эскиз 75 рублей. Еще раз повторяю. Вот так. Думайте сами. Понимаете сами. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.